по голоданию добрый вечер уважаемый петрович вас беспокоит ник из латвии можно ли пожалуйста вам сейчас позвонить и задать пару вопросов это было конечно давно и напишите на канал благодарю за ответ простите но я не знаю адрес просто я был бы очень вам благодарен если бы мог закончить наш последний разговор по поводу моей 31 дневной голодовки убедительно прошу вас уделите мне несколько минут на разговор но опять таки вот канал зачем канал и сейчас отдельная плейлист про голодание чтобы там все рассказать то есть человек вот как-то не не это после своей месячной голодовки возможно неправильно выходя из нее я заполучил панкреатит сейчас намереваюсь поголодать опять и и желаю узнать у вас у человека которому всецело доверяю можно ли мне это делать если да то как долго вы посоветуйте голодать с уважением и благодарностью вот вот это вот говорит о том что человек не может голодать поэтому я вам как раз и рассказываю о том чтобы научиться голодать изучить свой организм на входе на проведение голода и особенно на выходе чтобы вы получали максимум результата от этого мощного оздоровительного средства лечебно-оздоровительного средства вы должны изучить свое поведение и реакции своего организма на голоде и вот тут как раз пишется возможно возможно видите возможно неправильного выхода я заболучил панкреатит так вот панкреатит это воспаление поджелудочной железы и оказывается вот если посмотрите самое лучшее средство для так сказать нормализации лечения поджелудочной железы это есть голод она допустим вас воспалилась по какой-то причине там вы начинаете голодать все это дело снимается и и начинается нормально ее там восстановление но это на голоде голод значит вот как раз дает возможность ей восстановиться отдохнуть и причем голод не такой уж и большой продолжительности а а когда голод слишком большой продолжительности то надо очень осторожно выходить из него если человек поспешит он вот так вот может перечеркнуть весь свой месячный труд голодания и получить такие знаете отрицательные результаты я написал что сделаю видос и выложу его на канале благодарю пожалуйста какой адрес канала ну видите вот вот человек даже не знает адрес канала написал что этот написал так благодарю вас будет ли это видео уже сегодня еще раз благодарю так как я был на этих источниках я приехал только вчера поэтому я его не делаю вот она делается опять пишут убедительно прошу вас простите что еще беспокоил вас но я хотел бы очень можно ли мне голодать потому что я уже третий день пью только воду 21 сентября обязательно посмотрю ваш канал петрович я как раз ответил я бы воздержался от голода в школе голодания называется плейлист я как раз рассказываю о том как не навредя себе освоить эту науку благодарю вас вот я этот видосик сделал то есть это на мне так сказать висела такое 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 обещание поэтому еще разок я вас предупреждаю да и выкладывается видео и рассказывается о выходе из голода и дана литература чтобы вы могли почитать теоретически подготовить себя и самое важно вот из всего что я вынес а голод это для того чтобы правильно применять это средство очень важно изучить самого себя и свои реакции на вход проведение и выход из голодания если вы это все не изучите не поймете на каких продуктов вам это лучше всего делать то вот подобные результаты что потом что-то у вас воспалилась они будут постоянно и от вас не скрою когда я начал голодать особенно вот где-то в первое время я начал голодать по книгам там брэга других авторов которые ничего не говорили о том что на голоде возникает сухость в организме и особенно после вот во время выхода сухость и у меня после там трех семи дней голода постоянно обострялся геморрой вот постоянно и у меня был такой вопрос ну что ж такое начинаю голодать допустим суток трое суток трое геморрой исчез все нормально втянулась все отлично зажило и так далее проходит голод начинаю выходить первые сутки вторые третий вторые третий как правило уже опять идет обострение разрывы кров и так далее да что ж такое сухость то есть что я хочу сказать я вам даю те знания через которые я сам прошел их как правило особо нигде нету что там сухость возникает что там зависимости от индивидуальной конституции там надо голодать то есть до всего этого мне пришлось дойти самому использую литературу совершенно оздоровительную литературу совершенно из других источников удалось объяснить почему это происходит и далее как это устранить и голод покатил 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 и покатил то есть выход из голодания перестал доставлять какие-то там неудобства неудобства как только там вот вы выходите из голода буквально таки на второй день уже желательно вот такой вот на ночь свечу из сливочного масла вставлять но об этом я все там рассказывал что и как снимается сухость из ампулы прямой кишки ничего там не рвется и так далее вот а что касается поджелудочной железы я знаю как она болит я уже не раз рассказывал что я в ростове когда заезжал туда я кушал в елках-палках там телега продукты все хорошие вот я брал рис я брал значит эту самую но бестрога все это значит было в поджарки томатной все съедалось было все вкусно и вот съел все вкусно заплатил я выходил из елок-палок и чувствовал такую резкую боль вот вот такое вот то что ж такое откуда чё что чё поэтому поэтому вот такое мнение мнение двоякое первое это скорее всего вы съели что-то такое едкое даже в каком-то минимальном количестве и оказалось что допустим смотрите вот у меня изжога раньше была от томатной пасты от кильки в томатном соусе даже если я много меда съем от него то есть от желтого и плюс еще от кислого хлеба то есть черный хлеб если там поем да очень сильная изжога возникала после употребления баклажанной икры как только я от всего этого отказался никаких изжог ничего нету вся вот эта реклама ой изжога ой что-то там применять и прочее прочее да все это исчезает из-за того что вы просто слишком много вот этой вот не хочу сказать что кислоты а вот вот кислого вкуса который как раз и превозбуждает пищеварительные органы в некоторых случаях да в некоторых случаях алкоголь особенно тоже на поджелудочную он ее там и сушит и остренький то есть человек для себя определяет вот что он там съел он съел там допустим то-то 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 грубо говоря даже может быть горчицу там съел но ты после этого у него там возникает либо же изжога и что более хуже это воспаление поджелудочной железы все эти продукты убираете и все нормально но не идут они вам потому что действуют на вас вот таким вот образом либо их надо в небольшом количестве и плюс еще второе второе что может быть это человек чрезмерно сосредоточен на себе когда на своих проблемах еще на чем-то если человек чрезмерно сосредоточен на себе и своих проблемах сосредоточение это как правило идет вот здесь вот энергетика в районе центра тела в районе центра тела у нас желудок у нас поджелудочная у нас там печенка и И желчный пузырь, двенадцатиперстная кишка. Это как раз вот то вот место, которое от чрезмерного скопления вот этих вот всех умственных наших переживаний, причем смотря как, какие переживания, если радости, это одно. А если вот какие-то такие, знаете, вот неуверенно что ли, ну какие-то заботы и так далее, вот это как раз начинает разрушать органы, которые здесь расположены, в частности, поджелудочную железу. Поэтому, с одной стороны, с одной стороны, смотрите, необходимо научиться выходить из голода. И запомните, первое средство от воспаления поджелудочной железы, это голод. Вы даете ей отдых и возможность восстановиться. Поэтому на голоде никаких повреждений поджелудочной железы не может быть. А вот после, после, пожалуйста, как воно. Значит, научитесь выходить. Далее, заметьте, на какие, в обычной жизни, на какие продукты у вас вот организм так реагирует. Там, и с жогой, ну и даже вот такими вот болями. И, наконец-таки, после каких эмоциональных там переживаний, вы чувствуете, что у вас с пищеварением возникают проблемы. Вот то, что было подмечено еще Иваном Павловым, нашим величайшим физиологом, и это использовал уже Шелтон, Герберт Шелтон, Оформилась простую рекомендацию. После каких-то, знаете, неприятных разговоров, переживаний, волнений или еще что-то, не принимайте еду. Потому что органы пищеварения не могут полноценно обработать пищу, сработать так, как это должно быть. Вот, и в результате вы получите какое-то вот, какое-то недомогание, а потом уже и заболевание. Все начинается с малого. Человек на это все, знаете, не обращает внимания. И это все начинает переждаться в более-таки серьезные проблемы. И простого, вот что там рекомендуют с экранов телевизора, так, заболел там желудочек, вот, прими таблеточку, то, все, пятое, десятое. То есть человек, как был болваном, он так и остается. Да, это на время там снимает, не возражает. Но если все это дальше продолжается, то этого становится мало. Надо дозу увеличивать. Это уже идет нагрузка на органы выделения. То есть лекарство, которое подействовало, оно изменило уже внутреннюю струду нашего организма. Оно должно выводиться почками. Насколько почки могут и печень, и его там нормально расщепить и вывести, это уже вопрос. Который не касается. Не болит, не болит. Ну и все. А что потом периодически опять возникает. А вот это уж не наша забота. Это уже там дальше будем. Вот что я хотел ответить Нику на его вопрос по голоданию. И почему так получается. Субтитры сделал DimaTorzok